Трапеза Сейчас я сяду как-то Покажу, в общем, у меня тут рукав остался С остатками того, что В итоге может скушать кошка Там всякое такое вкусное, интересное Там грудка у меня как была В общем, я купила грудку Я думала, что если продается грудка, то это исключительно филе А оказалась грудка, кожица И косточки, на которых крепится грудка И так две штуки Вот она у меня ушла в морозилку В общем, у меня тут грудка с карри Куриные кабачки с карри На подсолнечном масле Тут салат с очень интересным составом И самопальным домашним Впервые в жизни делала Козий сыр С зеленухой Вот он здесь, но так как я первый раз делала То допустила оплощенность Надо было в силиконовую мисочку Утрамбовывать Чтоб все держалось, силиконовую мисочку в контейнер поставить Он у меня был под гнетом Чуть меньше суток Утрамбовался, спрессовался И когда переворачиваешь контейнер Он не выпадает Пришлось немножко потрусаться, чтобы хоть чуть-чуть довыпало Вкусный Получился сыр, короче, козий На козьем твороге Если тебе интересно, я тебе могу отдельно потом записать И мне сказать И потом по ходу еды Скажу, как я его вояла Салат у меня с маслом бразильского ореха Масло бразильского ореха Я покупала на Вальбрис 200 с чем-то рублей за 100 миллилитров Чисто на пробу Вполне вкусно В общем, и черный хлебушек покупной Который у меня был в стриме Ну, в общем, сейчас мы будем хомячить Это я подложу Вроде как ты меня видишь Я тебя вижу Камера не отваливается Потому что зарядилась И все нормально Я вон вижу эту кнопку рекорда В общем, что за салат Тут у нас Вообще, осень это такая фора Когда если у тебя есть Хоть минимальный огородик или садик Сад или огород То ты можешь вполне себе вкусно кушать Экономить бюджет Потому что у нас тут филетовая капуста Сада И не из сада Тут только масло Вот это вот Сыр самопальный Потому что я покупаю молочку У женщины одной А еще клюква и брусника Потому что я их тоже покупала на рынке А вот у нас тут Чай Петрушка Листовой салат Белокочанная капуста Фиолетовая капуста Редиска Помидорка Дальше у нас пошли Значит, ягоды, брусника и клюква Все это замазано маслом Бразильского ореха И еще добавлен сыр Как бы домашний адыгейский сыр Из козьего творога С козьей простоквашей Вот как я говорю Из чего там делала Сыр у меня козий С зеленым луком С петрушкой и укропом У меня был Как бы немного скисшего молока было У меня была простокваша Это все козье У меня был как бы молоко Которое Я думала, что оно стало уже кефиром Я его заморозила Разморозила Хотела делать мягкий творожок Но у меня получилась Какая-то такая беловатая сыворотка И такой Как бы Очень мягкий творожок Ближе к кефиру В общем, там Вот эта вот сыворотка Этот Медокефир Потом простокваша Немного молока И творог А творог у меня в этот раз Был очень сухой Такой, кусочками Я такой сухой Не очень люблю сейчас Но я решила, что можно Давно у меня в закладках Стояло на ниге Приложений Напоминалки Сварить Я как-то видела В интернете рецепт На ютубе даже Самый простой рецепт Но именно тут рецепт Я что-то не нашла В закладках Сварить творог в молоке В кислом молоке И вот без всяких заквасок Пришло бубном Без лимонной кислоты Лимонного сока Или еще какой-то хрени Я сварила себе этот сыр Мне еще там помогла Мисочка под греческий йогурт От моей Йогуртницы Правда, греческий йогурт Я пока мне еще не делала Так как сыр у меня соленый Да, там еще соль была То я салат не солила Но, как бы Можно и посолить, наверное Ну, у меня соленые кабачки Ну, в смысле, я их солила И курочка Там были не только специи карри Но еще и соль Куриная грудка Там 210 за килограмм Мне она, по-моему, в 205 рублей обошлась Высчитаю, что она пополам Ну, 102 рубля вот эта грудка Кабачок Молоденький Это еще и сада Там были как бы кабачки Такие недороски Я его порыгала Пожарила Почему я говорю бюджетный Бюджетный ужин Потому что, в принципе, кабачок Ты покупаешь, если так вот Если у тебя его нету Да? И всю эту растительность Ты покупаешь А тут, в принципе, все со своего огорода Бруснику и клюкву я покупала 250 рублей залить Ну, со мной буквально пол горсты Ну, столовую ложку на такой салатик Того-другого Ну, а если ты умелец И ходишь сам за ягодами То по ягодам Потому что за ягодами пойдешь Так же, как за водой и за грибами Далеко уйдешь Если у тебя есть огород и босад И ты любишь ходить по ягодам И не только по грибам То ты вполне можешь сам себе собрать Вот эти клюквы и калины У меня есть одна родственница Которая сама вот за этим ходит Знает места А если же у тебя еще есть свои курочки То вообще Лоха У нас когда я была маленькая Раньше бабушка Ну, курицы, короче, как бы держали Куриц кроликов Деревня И она даже оставляла курочек Которые высиживали яички Именно вот цыпляток На подоконнике специально огораживала И этих цыпляток Выкормила Ну, и некотых из этих цыпляток Выросших курочек Либо пирожков Отправляла на суп Ну, и так же Если у тебя есть, допустим, коза То ты вообще, можно сказать Ты богатый человек Ты не тратишься практически на еду Ты можешь прилично так экономить И вкусно питаться Ибо все практически свое С маслом бразильского ореха Это не обязательно загоняться так Это просто я хочу попробовать Вязаные масла Ростительные Для салатов Ну, и хлеб, соответственно, ты можешь делать сам Я периодически иногда делаю Сама хлеб Но вот Пока меня что-то не тянет Поэтому я ограничиваюсь Покупая хлеб Вот этот брала Магнитик в уличном Он около 40 рублей Ну, я записала это на камеру На ту самую экшен На магните А я как это был Тестовый поход в магазин Я даже еще не смотрела С компьютера, как все вышло Но если все нормально То там ты увидишь жаре цену Этого хлеба А еще буду его смотреть Я так поняла, когда камера на 30 минут только зарядки На ней осталась Или заряжена только на 30 минут То управляю телефоном Не получится писать Потому что Там просто оно отваливается Вчера я за 3 пыталась А сейчас смотрю Оно как бы И кнопка сама не отрывается И связь с телефоном С камерой не отпаливается В одном Мунбанге Я негодовала На Организацию Русского кукпета В плане амбассадоров Амбассадор По большей части Ну, в нормальных Компаниях Вообще Не считая Официальный представитель бренда Которого наняли Ведение и личность Понятие кукпета Это Волонтеры И вот сегодня Моя чаша Терпения Общения с людьми Которые настолько Понебратские Вежливостью Или каким-то элементарным Чувствам такта Не обладают Практически всем Была переполнена После того Как я узнала Что даже в таком Мирном сообществе Любителей Готовить Встречаются люди Которые готовить А просто похитить Для того Чтобы Подлезать Главному Даже не уникалью Что нет Никакого конфликта Ну и после того Их вывешивают Где-то во второй половине дня Понедельника Каждого понедельника Но так как у меня Холловей фонер Он с гуглевскими сервисами Не совсем идет Ну и допустим Гугл таблицы у меня Хреновенько так открываются С глюками И неудобно То я захожу Леснулся Лескомпан Думала Глянуть базу Заданий рецептов И что-нибудь Приготовить И сделать Нормальный Красивый рецепт С кучей фоночек С дотошными Объяснениями Что как делается И посмотреть Заодно базу Для фотоотзывов Ну и раз Опустим тот момент Что мне так не дали Там Как бы Если ты что-то Выполнил Заданий Тебе дают звездочка Звездочки копятся И потом Через 20 звездочек Ты можешь получить Какой-то Уже награду Не звездочку Которая такая Один пустой звук А какую-то вещь С логотипом Куппет Старший амбассадор Который уже 3 года Как старший амбассадор Ее по какой-то причине Я даже примерно Подозреваю По какой-то Не берут Официально на работу Потому что Там некоторых амбассадоров Действительно взяли Уже Официально Сотрудниками Куппет сделали За мои 4 с лишним года Бытия на Куппет По какой-то причине Этот старший амбассадор Прикрывается Тем, что в принципе Есть у меня Инвалидностью Просто я не Считаю нужным Что этим надо Похвалиться Кричать на каждом углу Про это Что меня давно смотрят Вообще в курсе Что я только порой Распустя Про эту инвалидность Заикнулась свою В общем Человек По какой-то причине Решил Что Вот именно я Тот На ком можно Поотрываться Поотрываться В чате часто встречалась Как она унижала Других девочек За их якобы Кривые фотографии Или что-то Тем же, что и ты Отсутствие вежливости Тыканья Приказной тон Очень Грубая Панибраса Наращивая Написывание В личные сообщения Без темы Совершенно Выветывание Всевозможными Способами Лично данных Меня вот это Даже как-то Очень сильно удивило Естественно Я не добавляла В контакты В телеге Никого из них Я раньше думала Когда уведомление Прыгает То Запись Обрубается Если на телефоне Ну и мне как бы Сказали Что вот Зеленый фон Не соответствует Цвету Зеленого супа Суп Белые тарелки Цена Другой цвет Другой фон Это две Тепя Ну Намек на то Что я вообще Не понимаю ничего С точки зрения Искуса Изобразительного Скажем так Розвращения Слышит это От человека Который С фоткой еды Сует В кадр Все что угодно Что акцент От еды Уже вообще Куда-то падает Когда смотришь На ее фотки То блюдо Видишь Уже в последнюю очередь Я Не стала терпеть Все эти Наезды И нападки Я решила Ответить Не увежливая форма Что в принципе С точки зрения Художника Зеленый фон Зеленый суп Они перекликаются Причем Они как бы Разных оттенков Зеленого А белая тарелка Она акцентирует Внимание Как раз на себе Соответственно На этом супе И некий Персонал Шира Написала Что Я в этом Ничего не понимаю У меня такой пунктик Не Наверное даже 2002 был 2002 был 2003 Когда я была Ни на что Не претендуя На этот момент Имея за плечами Несколько лет Печать В вопросной газете И нападки были От человека У которого Этого не было Видимо Была Элементарная Лависть Тогда Я помню У меня Два раза Усилия Исключали Из общих сборников А спустя Несколько лет Там я Вот назад Подкатил Человек И сказал Заплатила За всех Мы тут Сборник Решили дать Дай 7000 Мне было сказано Что Человек В этом Ничего не понимает Но То что я Скинула Показалось То что Кусочек хлеба Да Фотографии Можно посмотреть В инстаграм В одноклассниках Второй кадр На выбор Там как раз Вот идет У меня был вопрос В телеге Инстаграм На одноклассниках Какой из них Лучше взять На заставку Допустим Для рецепта И рядом С тарелочкой супа Моей любимой Супницей С дедушкиного Сервиза Решал Полноценный кусочек Хлеба Не половинка А целый кусочек Ну И Человеку Показалось Что На самом деле У меня суп Пригорел Но это был Не суп А хлеб Ха-ха-ха Я так удивилась Этому Думаю Ну как бы Этот амбассадор Старший Три года Будучи амбассадором Периодически При мне Сталкивалась В мягких конфликтах С другим амбассадором Тоже с новичкой Новенькой С пользователем Другим Как бы никто Ничего не говорил Там Я еще хотела Немножко Подтрунить Надиме На одной из них Но подумала Лучше я понаблюдаю Запаснусь попкорном Найду себе Чаилечку вкусненького И понаблюдаю За этой войной Двух центров вселенной И тут я Совершенно нейтральный Тактичный человек Причем я туда писала Без своего обычного сленга По максимуму Фильтровала базар Крайне редко Пару раз позволила себе Переход на легкое общение На такое Понятно Другим Получаю Лицо Вот такой Незаслуженный Хей В чате Который создан Для того Чтобы обмениваться Рецептами Общением Поддержкой Взаимной Ну а конечно Мое негодуе А легкое Поддержал человек Пальчиком кверху Но Судя по тому Что На верху чатика Было написано Или напечатает сообщение Видимо судорожно Чтобы наехать на меня Совсем Не решила Ретироваться И сейчас Вижу А помахавшим русской Я к тому Что если вы продвигаете Какую-то тему Очень хотите Чтобы Они меня 4 года Звали Месяц прошел Как я зарегистрировалась На КПЭД По приглашению Через инстаграм И от меня Стали зазывать В амбассадоре И так Глупо 3-4 раза За год Не дайте еще А вот они Наконец-то Меня зазвали В это В это Сообщество Амбассаду Равкоупода И Как-то так Дискриминировать Меня Дискриминировать Поведать Дискриминацией Скажем так И позволять Себе что-то подобное В отношении Другого человека Делать все Чтобы человек Сам ослился Это как-то странно Учитывая, что За видео Мне не дали Никакой звезды За Фотоотзыв Который попал В какую-то рассылку Или куда-то там Мне не дали Никакой звезды За Отличный сделанный рецепт Мне опять же Не дали Никакой звезды Сделанное По базе Что-то Опять уходит Никуда И Год Ну как Я беру базу Которая уже готова Делаю по рецепту Суп Грибной Все в точности Повторяю Завтра Делаю фотоотзыв Делаю этот фотоотзыв По правилам Не просто спасибо За рецепт Смолек или фоско А именно Расписываю Как что я делала Что я там Заменила Немножко Что в рецепте Были исключительно Белые грибы И еще какой-то там Другой гриб Но у меня были ассорти грибов Без того гриба И не только белые И я значит уже Опубликовала этот фотоотзыв Захожу с компьютера Чтобы поставить ссылку Ну что я сделала Подписать Сначала подписала Свою фамилию Что я Кофелева Там дала фамилию Имя Отдавайте И приготовлю В графе И я захожу Чтобы поставить Что я приготовила И поставить ссылку На этот фотоотзыв И вижу вдруг Что базу Вдруг внезапно Снова обновили Зачем? Этот рецепт удалили Который я делала Как бы Удалил человек Который меня туда зазывал Второй Ну официальный представитель Не амбассадор Три года За спасибо А официальный представитель Другой бы человек Конечно Побуйствовал Там кто-то даже Возникал На эту тему Почему я вот Только что делала Это обновили Почему вы так сделали Ну типа Что вы тут Срезаете Те кто Что-то пытается Действительно делать По собственному желанию Тратить на это время Я просто промолчала Но именно такие моменты Как бы Убивают Всякое желание Делать что-то Сверх того Что надо Минимальная Программа Бытия амбассадора Самый минимум Это Раз в месяц Репостнуть что-то Желательно С копипастой Один рецепт в неделю Один фотоотзыв Без базы С базы Там это Специальный перечень Названия рецептов Которые должны быть Это вот Название из базы Должно быть обязательно В этом рецепте Ну допустим Галушки Вот называется Галушки И дальше Вот ты уже делаешь Свой рецепт какой-то Галушки никогда не делала Просто пришло В голову сейчас Либо же Список Рецептов На которые Надо сделать Фотоотзывы Причем Как бы думаешь Что если в базу Попал какой-то рецепт То значит Он нормальный Все там Есть шаги Есть фотографии Есть перечень Точных Президентов Что сколько делать Но нет В большинстве случаев Туда попадается Все-все подряд Даже Я не знаю Как они составляют Эту базу Но явно они не читают Когда это составляют Один человек Это заметил Озвучил То что сейчас Я озвучу вам И вдруг выясняется Что туда реально попадает Все подряд И что это Опять же В наши обязанности Входит Проверить этот рецепт И сказать Что Доходит он или нет Правила Это вообще не прописано То есть Нанимают Ну как бы Агитируют Нового человека Стать аббассадором Купет И он изначально Уже должен знать Все правила Которые нигде не прописаны Ну и еще раз В очередной раз Поняла Что Сообщество Типа пирамиды Это точно не мое Потому что аббассадор Купет Это как раз Один из представителей Этих пирамид Аналогичный нам Какой-нибудь Фаберлик Арифлейн Гримвей Где ты регистрируешься Единственное Что там Разница с кукпетом Тут не тратишь деньги Арифлейн Каком-нибудь Дерегистрируешься Сначала должен На определенную сумму Что-то купить Для себя А потом привлечь Свою команду Твою кучу людей То я тоже Должна что-то Купить для себя Из плюсов бытия Недолгого За три с половиной Недели Амбассадором Купет Это то Что я записала Ролик в двух вариациях Один скинула И Да Мой ролик Записан специально На эту камеру Соответственно Качество лучше Пятиканальный микрофон Я не знаю Как они монтировали Но они вот так Урезали в качестве Что там Вся четкость Куда-то пропала Размеренная картинка Присто Что как бы Надо было Срезать Где я управляю Телефоном Как я объяснила Что вот это Можно будет Срезать Лучше бы Срезать Оно было Несредно Видно Как я Как бы Выключаю Телефон Которым Управляю Камерой Второй файл Я залила На канал Он добро Пять тысяч просмотров С фостиком Плюс Я наконец-то Решила Скупить себе Фотобокс Который Конечно Больше подходит Для оформления Рецептов Красиво Утогового Блюда Но при случае Если мне Пристычит Записать Какой-нибудь Шорст На камеру Или на телефон То У меня будет Красивый фон Для этого Шорста Если допустим Это обзор Какого-нибудь Чая Быстрый Такой Меньше Менеды Ну и благодаря тому Что я Подумала Записать Поучаствовать В ролике Сборном Готовка Это мой выбор И записала На камеру Формат Шорст Поставив Камеру Под углом 90 градусов Я Пришла К идее Что Можно Писать Такие Короткие Видео Формата Шорст Монтировать Конечно Допустим Чтобы Прорекламить Какую-нибудь Чать Который Мне Нравится Я этим Занялась Ну единственное Пока еще До монтажа Не дошла Там 4 варианта Надо будет Вырежать Досклеить Но я поняла Что Благодаря Кукпеду Я вдохновилась На Более Несколько Иной Формат Засыл Указала Как взять Что грудка Была маленькая И Большая часть С большей частью Я поделилась Кушкой Грудка Закончилась Я бы еще Грудки съела Осталось Одни Оставшиеся Кабачки Это такие Видимые Плюсы Я стараюсь Всегда видеть Во всем Что-то хорошее Если там Совсем Безвыходная Ситуация И Все Практически С трехтором Плохо Все равно Есть какой-то Маленький Лучик Света Поэтому Моем Трехнедельном Трехс лишним Недельном Ладно Округлим В меньшую сторону Трехнедельном Бытии Аббассадора Кукать Были вполне себе Положительные Тороны Я конечно Подождула Прежде чем Быть из официального Чада Кукеров Аббассадора Ну после Того Как вышла Из Чада Хлудинки Я подумала Что может быть Мне напишет Это аббассадор Ольга И скажет Оль Извини Не принимай Так быстро В сердце Вышло Недоразумение А мне Вы скажу Там Как бы Выговор Девочка Которая Тебя Тебя Обосрала С ног до головы Что в нашем Чате Это действительно Неприемливо Хоть что-то Я бы еще Осталась Потом Как бы Я бы был Полот Еще остаться Аббассадором Купера И пытаться Что-то делать Но у меня Сложилось Впечатление Что-то Ольга Очень сильно Жила Когда же Я сама Свалю Так как Я никого Не дождалась Ничего Кроме попыток Наехать Я Благополучно Помахала Ружкой Я Наверное Мой чай Там остыл Я сегодня Заварила Остатки Колодца Дракона Чем Которую Пакетик Показывала На стриме Церемонии Но мне напоминает По названию Цимметрии Какую-то Металдун Группу Где-то Этого Дизда Сборник Сборник Есть Симметрией Чисто По названию Интересно Доем Это Салатик Или нет Я Еще Когда делала Подумала Что у меня Салатика Будет Мало Салатика Кабачок У меня Еще есть Кошка Не знаю Оставить Или Погреть Убрать И потом Да Подогреть Свой Любимый Десерт Я пока Еще не Создала Ну Смысла Не сделала Потому что Ягод Еще Стоят Ягодный Мус На Мадной Крупе Но У меня Есть К чаю Одна Зефирка Я про Него Забыла Достаю А там Мягонькая Такая Зефирка Покупная Правда И Еще Есть Булочки Такие Вкусные Я их Ногда Покупаю К чаю Просто Булочки Без Никто Сейчас Одну Хременно Уберусь Вообще У меня Там Есть Еще Хурма И Один Балан Одна Хурма Один Балан Где-то Самопальный Домашний Шоколад Но я его чуть не нашла Видимо Я его куда-то убрала А еще Солнечная Ягода Санбери Черника Форта Но я из нее Буду потом Делать Настойку Сначала Хотела На камеру Настойку Делать Но Мне Для начала Надо будет Тут хотя бы Слегка Посуду Помочь Разобрать Свою Баррикаду И Возможно У меня Камера Снова Будет Слегка Подразряжена И Возможно Я Санбери Сделаю Отдельно Когда-нибудь Настойку Еще раз Вообще Я подумала Либо Делать На камеру Настойку Санбери Либо Похуже Да Не помню Говорила Вначале Ролика Или нет Ольга Спасибо За Финансовую Поддержку Канала Может Даже Ваша Ваша Донатка Запрошел Я как раз Думала Есть на камеру Есть на камеру Поддержка Зрителя Напоюсь На камеру Я не знаю По какой Вы Сфере По СМР Молбанкам Или всему Подряд Но Я решила Поехать на камеру Благодаря вам У меня тут Подруга тут была На дня И с воском Шаманила И в итоге Я уже пару Капель воска На скатерке Нашла За сегодня Ну вот Кусочек Подсох Ребазефиром Прикрепился На мои Немолочные Постоянные Зубы Те два Которые у большинства Людей впереди Эти два Два Таких Больших Дува Верхние Так вот В том видео В формате Шорт Я как раз Показывала Черный чай Нафига бюджетный Очень блеклую Матью И вот этот вот Чай Зеленый дракон Заваренный По афаншую В чайничке Зелсиновской Гриды Я так подумала Когда я его Наконец-то Смонтирую И выложу На канал Если такой В формате В видео Зайдет То буду Приоритически Делать А это Булочки Которые мне нравятся Я не знаю Это только В Ярославской Области Такие продают Может еще где-то Причем В магните В солнечном Они по 46 рублей А в нашем Магните Около 60 Кажется До 13 октября Десятого Сделаны Неразарский Продукт Сделана Типа Вручную Ручная Работа У них Хороший Состав Разве Сейчас Пагетик У меня Слегка Порванный Поэтому Состав Не очень Наблюдаю Изделие Хлебобулочное Из Циничной Хлебопекарской Муки Высшего Сорта Пайтики Восточные А вот Я вижу Состав Ну как Циничная Хлебопекарская Вода Соль Сахар Все Хорошая Лактоза Дрожжи Сливочная Масла Парферизованная Сыпи Все Отличный Состав Вообще Ну ты Если не в курсе То у меня На пальмовое масло На некоторые Ешки Аллергия На Ешки У меня Через Полчаса В кучем Случай В лучшем Случай Через Пятнадцать Молод Ощущение Что чешется Все Вплоть до Глаз Иногда Прыщики Какие-нибудь Прыгают В довесок На Паймовое Масло Я его Прям Здесь Ощущаю Мне Периодически Подсвящает Мысля Купить Хлеб Отличку Смотрел Смотрел В духовке И вот Дритель Если ты До этого Момента Насмотрел И при этом Слушал Чего я говорю А не только Смотрел Мониторы Я там Хаваю Ты хаваешь И вот ты пользуешься хлебопечкой Либо, ну, как-то у тебя есть опыт с этим Для сравнения, допустим, хлеб печёшь в хлебопечке Или хлеб печёшь в духовке электрической Ну, у меня электрическая, может, ты газовая печёшь У меня с газовой плитой, духовкой, точнее, такие очень сложные отношения Неудобнее делать всё то же самое, но в электрической духовке Ну, она быстрее, соответственно То просто напиши своё мнение в камерах, допустим, вот Духовки удобнее делать, или хлебопечка лучше В хлебопечке я понимаю, в чём плюс Что ты туда всё засыпал, как надо, по списку И оно смешало само, а потом и испекло оно само Для духовки можно смешать миксером Причём буквально полгода назад, благодаря тёте, узнала, что Для живого теста тоже, в принципе, можно смешивать миксером Благодаря миксеру С помощью миксера, не рукой, там, ложкой, вилкой или ещё чем-нибудь Так же, как и песочное можно делать миксером Смешал миксером, сам, соответственно Тяп-ляп Ну, это вот, если не пирожки, а именно батончик какой-нибудь Хренок Постояла, постояла, лапала его, ещё раз постояла И уже в печку, чтобы запекалась Пирожки-то, конечно, маленькие в большом количестве Соответственно, будешь печь не в хлебопечке А в духовке Правда, если покупать хлебопечку, то надо Место, куда её ставить У меня и так техники всякой, аллой Много Соковыжималка, которую в прошлом году купила Когда у меня советская подработа в 30 лет внезапно умерла С прошлого года она так и стоит у меня В шкафу, в комнате наверху, в коробке Ну, в принципе, сейчас её чё Я тогда, благодаря ей кучу яблок на соку делала Там ещё куда-то Так же морковь в прошлом году было много у нас Урожайная была Ну, в таком году так получилось, что Тюля, когда сажала морковь, там были семена Вроде морковные, но какие-то странные И половина пакетиков у таких семян Было не сколько морковь, сколько пастерна И она большую часть пастернака в итоге вытянула И мне только два кусочка попалось Как-то можно было оставить и этот пастернак Но суть такая, что выращивали это морковь А половина вышла пастернака Моркови, собственно, мало в этом году Сок морковный особо не поделаешь Ну, если только покупать её специально А потому соковыживалка у меня стоит на верху Я ещё, кстати, хочу попробовать делать сыр На основе творога какой-либо Где творог, сливочное масло, соль и сода Я с начала всё отбрекивалась, думаю, как соду туда кладут Ну, посмотрела, тут очень приятно такой хороший рецепт на Ютуб А как в итоге этот полуплавленый сыр застывает И такой вот нормальный цвет, только жёлтый сыр получается А потом думаю, блин, покупают сыра в столько всякой среде Что какая-то там сода Вряд ли она ощущается в сыре Вот хотелось сегодня спросить в этом чате Болталки амбассадоров Если делали ли они сыр На основе творога с содой и чувствуется ли там сода Ну, и сложилось Видите, если ты делал сыр с содой и с творога Чувствуется ли там сола Ну, ещё я пришла к выводу, что на козьем молоке На любой закваске У меня была закваска какая-то там Протек, что ли, от Багжля последняя А потом я купила закваску варенец Один в один получается Густой, вкусный такой вот кисломорожный продукт Очень густой Как густой мёд такой, который ещё не совсем застыл Но уже не жидкий И он очень хорошо у меня на жилую клеяет На пищеврение Обычно, как бы, я могу стакана два кефира выпить Просто вот, ну, простоквашу обычной Без всяких заквасок Просто естественным путём скишившегося к курие молоко До уровня простокваши Выпить пару стаканов, всё А тут я съедаю, допустим, тот же стакан Этой густой кисломорочной продукции И я наедаюсь Насыщение приходит быстрее Ну и по поводу сыра Я думаю, если он действительно вот такой вот жёлтенький Вкусный выходит Творог Сода, соль и сливочное масло У меня как раз есть сливочное масло просто покупного коровья А есть сливочное масло козье Хочу небольшой кусочек попробовать у меня Со сливочным маслом козьим Домашнее козье масло Я просто покупаю обычно сейчас сыр Или же воронки вот эти, сплавленные кусочками Воскошкой Иди, мне ей тоже нравится Вчера он подруге скормила Потому что она пришла поесть Не успела у меня в итоге Из-за воскотопки Ну я ее ведула с собой Как будто вроде У меня тут момент хлеба был Малышенький кусочек Ой, блин, мне говорили хлебцы Пшеничные, вот такие дутые И вот этот хлеб Она говорит, да ладно, говорит, хватит Хлеб, который вначале ужина был Вот самый И я покупаю сыр ламбир из лорес Вот последний раз я покупала лорес И он какой-то суховатый такой был Ну, не такой насыщенный Как будто что-то в нем не хватает Хотя вроде все то же самое Ну и цена у него как-то кусается 900 рублей за 100 грамм За килограмм Ну, в смысле 90 рублей за 100 грамм получается Ну, как-то жаба душит А еще мне очень нравится адыгейский сыр Правда, я его крайне редко сейчас покупаю Тут, получается, сама смогла сделать адыгейский сыр Если, допустим, тот сыр На выходе будет как Просто такой вот сыр Типа как ламбир, там лорес Вот эти все Желтенькие такие В дырочку Либо ее отсутствие То можно делать самый сыр такой И не геморрится К тому же, творог я регулярно покупаю 200 рублей за килограмм Козий Ну и полторашка молока Такая комфортная Не хочется белого хлеба А белого хлеба нет Готовить его долго В магазин идти уже поздно Пусть полежит Может, до завтра допустим К тому же, сегодня 11-ая А он до 13-ого может идти Что-то смотри Я сегодня из сада оставшуюся свеклу выбирала Малюсенькая такая Я ее помыла Спасибо тебе, зритель, за компанию Я надеюсь, что поел И надеюсь, что настроение Если ты пришел Не в духе сюда Осилил до конца Либо частично Ну, если ты частично осел То до сюда не дошел Осилил до конца И твое настроение стало хорошим Мне просто в прошлом триме Человек написал, что пришел Включил этот монитор Ну, в смысле, стрим И был плохим настроением А посидел, послушал мое Тара-та-та И стало хорошее настроение Так вот, я веду к тому, что Я сама стараюсь снимать Уже вот теперь давно Ну, порядочное время Я стараюсь снимать Не снимать в плохом настроении Потому что вот Про негодуешь Я помню, мне посылку Год назад подписчица одна присылала И посылка задержалась в Ярославле По непонятным причинам вообще На почте Неделю так примерно И пришла в таком состоянии Вот ее на почте пинали Вскрывали И пытались что-то оттуда достать Как минимум Я даже заявление писала на эту тему Что за нафиг Ну, там пообещали разобраться Но все-то такое, что человек, который послал Тоже как бы негодовал И вот это все негодуе Вылилось в мое негодуе Ее негодуе в мое негодуе И она попросила еще так поговорить Ну, в общем, как я поняла Я ее поняла тогда Что надо негодуе высказать это видео Но когда я монтировала это ощущение негодуево Но было И если пришел, допустим, хороший человек В хорошем настроении на это видео А там такое негодуе Это немножко портит настроение И я считаю, что лучше все-таки писать видео В хорошем настроении Ну, или стараться писать в хорошем настроении И, соответственно, если человек пришел На мой канал Случайно, либо специально И у него не очень хорошее настроение То он посмотрел, ему стало хорошо Потому что всякого дерьма В принципе, в жизни и так хватает А почему? Спасибо за просмотр Надеюсь, вы пожрали И до следующих хавчиков на камеру Пока! Субтитры сделал DimaTorzok